Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 33 главе книги Эзекииля. 33 глава – одна из, пожалуй, важнейших. То, что Господь открывает в этой главе, и слова, которые он произносит, действительно являются одними из центральных вообще во всей книге, во всей Библии. Вот посмотрите, здесь снова пророк обращается к израильтянам, и Господь говорит ему, сын человеческий, из реки слова к сынам народа твоего. И вот Господь предлагает рассказать израильтянам следующую притчу. Вот народ, находящийся в опасности. Он ожидает приближения неприятеля на виду, на какую-либо землю меч. И вот этот народ возьмет человека и поставит его стражем. Там на башне, чтобы далеко видеть, когда появится неприятель. Это же мощеных-то дорог нету, поэтому приближение войска всегда заранее видно по облаку пыли. И вот он должен завидеть неприятеля, затрубить в трубу и предостеречь народ. Вот такая картина. Господь говорит, если кто-то услышит звук трубы, сигнал тревоги, сирену, как теперь обычно это делается, услышит и не остережет себя, он погибнет по своей собственной вине. По своей собственной вине, потому что страж предупреждал. А если страж увидел неприятеля, идущий меч, и не затрубил в трубу, и люди не были предостережены, тогда кровь людей будет взыскана от рук стража. Значит, речь идет о том, кто несет ответственность за гибель, за гибель людей. Если они были предупреждены, а не вняли, они сами за это отвечают. Если они не были предупреждены, отвечает, соответственно, страж. Как понятно, это снова призыв, который Господь уже обращал к пророкам в нескольких предыдущих главах, к пророку Иезекиилю. Вот он ему говорит, и тебя, сын человеческий, я поставил стражем Дому Израилеву, ты будешь слушать из уст моих слов и вразумлять их от меня. Значит, задача пророка – произнести слово от Бога, которое он слышит, вразумлять их. И Господь говорит, если ты скажешь беззаконнику, предупредишь беззаконника о том, что ему грозит смерть за беззаконие его, то дальше ответственность не пророка, а беззаконника – обратиться одно, не обратиться другое. А вот если пророк смолчал, то беззаконник, говорит Господь, все равно умрет за свой грех, но кровь его я взыщу от руки промолчавшего пророка. Промолчавшего пророка. Вот такая картина, собственно, предстает пред глазами пророка, и Господь призывает Изекииля не отчаиваться, не останавливаться, а продолжать нести то слово, которое Бог ему говорит. Обратите внимание, в начале книги пророк записывает слова Бога, иди и говори им, будут они слушать или не будут, но пусть знают, что был пророк среди них. И здесь вот тоже пусть знают, что был пророк среди них. Теперь дальше. Что, собственно, пророк должен произнести? В чем содержательная часть откровения? Кто несет ответственность за то, будет оно принято или нет, мы как будто поняли. А что за откровение-то? В чем дело? Ты, сын человеческий, скажи ему, дому Израилеву, вы говорите так, преступления наши, грехи наши на нас, и мы истоеваем в них, как же можем мы жить? Речь идет о том, что Израиль, большей частью, уже депортированный, хотя еще не разрушенный Иерусалим, но практически основная часть, лучшая часть общества израильского и народа израильского депортированного вывела. И вроде бы уже говорится о надежде, о том, что Бог вернет плен Израиля, как он обещал, и плен Египта тоже вернуть в предыдущих главах, так и Израиля, но израильтяне говорят, да нет, ну все уже, мы уже все, дошли до крайности, глубже падать некуда, мы погибли, все погибли, все погибло, ничего хорошего нас не ждет. Мы грешники, преступления наши, грехи наши на нас. То есть, в общем, они впадают в отчаяние, думают, что их вина перед Богом так велика, что никакое прощение уже не светит. И вот на это Господь говорит следующее, скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Бог говорит о том, что в его задаче, в его желание не входит покарать, наказать грешника, в конце концов там уничтожить его, не это ему нужно, не этого хочет Бог, а чтобы грешник исправил свои пути, обратился и был жив. И поэтому отчаяние израильтян, их неготовность, неспособность, нежелание надеяться на Бога, это тоже большой грех и большая ошибка, потому что, да, мы страшные грешники, но Бог не хочет, чтобы мы в этом погибли, Он хочет, чтобы мы обратились, изменили себя, изменили свою жизнь и были живы. Это не такая простая вещь. По ходу дела выяснится, конечно, каждому, каждый, кто пойдет по этому пути обращения, выяснит, что это мучительно трудная задача, с которой без Бога вообще справиться нельзя. Но сейчас для начала нужно вот обозначить, декларировать этот факт. Не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. И поэтому Господь говорит, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? Значит, все обличения произносятся не для того, чтобы напугать, ввести в отчаяние все предупреждения, все пророчества о грозных событиях и катастрофах и разрушениях, не для того, чтобы люди пережили безнадежность, нет, для того, чтобы изменили люди свою жизнь. И вообще говоря, собственно, к этому Бог и призывает народ свой, читателей в частности, читателей вообще. И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего продолжение откровения, еще одна очень важная вещь. Праведность праведника не спасет в день обращения его, в день преступления его. А и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения своего. Смотрите, оказывается, что праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей. Значит, в каждый данный момент имеет значение, что ты делаешь. Оказывается, вот весь фрагмент с 12 до 16 стиха и дальше говорит о том, что прошлые заслуги, прошлые дела праведные не спасают человека, если он в данный момент делает нечто беззаконное. И наоборот, прошлые беззакония, если человек обратился и в данный момент сегодня живет праведно, его беззакония не будут висеть на ногах бесконечно тяжелым грузом. Прошлые заслуги – не заслуги. Прошлые прегрешения, беззакония – не отягчающие обстоятельства. Очень неприятная на самом деле мысль. Понимаете, когда какой-нибудь народ вполне горделиво говорит, что мы – Святая Русь, «У нас тысяча лет православия за плечами, у нас там заслуги дела праведности и святые, и сорок бочек арестантов» – вот это вот все не работает. Если сегодня мы живем как жестокие жлобы, не имеет значения, сколько праведных заслуг у наших предков, да и у нас самих. Но, с другой стороны, если такой же народ, тот же самый, скажет, что в нашей истории, в наших руках огромное количество преступлений, и может ли Бог принять нас, несмотря на все там гулаги и прочее. Может. Когда человек, да или народ, всю дорогу был беззаконником, но вот перестал это делать и обратился, он принят Богом, и его прежнее беззаконие – не препятствие, и будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, он будет жить. Он будет жить, если будет ходить по законам жизни, перестанет делать худое. Наоборот, что бы там ни было, какие праведности, да, тоже это не помянется ему. Не помянется ему. Очень серьезная практическая вещь. Вот вытекающая из того, что Бог хочет не смерти грешника, не абсолютной власти закона причинности над грешником, да, где праведность, жизнь, неправедность, беззаконие, смерть, не смерти грешника, не того, чтобы он погиб, хочет Бог, а того, чтобы он поменял свою жизнь и был жив. Что касается праведника, которых здесь тоже много места, которому делено, оказывается, что для них работает тот же самый принцип. Праведность твоя прежняя. Праведностью, но ты сегодня тоже должен идти путем жизни, ходить по законам жизни, и тогда будешь жив, а не потому, что ты не сможешь оправдаться тем, что «а у меня зато много заслуг». Не выйдет этого. Дальше Господь говорит, «Сыны народа твоего, говорят, неправ путь Господень, когда на самом деле их путь неправ. Когда праведник отступает от праведности, начинает делать беззаконие, он перестает быть праведником, он умрет за это. Когда беззаконник обратился и стал творить суд и правду, то он будет жив. И вот это, говорит Господь, и есть правда, и есть справедливость в том, что Бог не хочет смерти грешника, но чтобы обратился и жив был». И дальше здесь к Иезекиилю приходит весть о том, что Иерусалим разрушен, Вавилонинами разрушен город и прежние ограничения на слова, на речи пророка снимаются, открылись уста мои, и я уже не был безмолвен. Вероятно, речь идет о том периоде молчания, который был связан со смертью жены пророка. И вот еще Господь говорит Иезекиилю о тех людях, которые живут на опустелых местах в земле Израилевой, которые остались собственные, заселили опустевшие. Авраам был один, а получил всю эту землю, «О нас много, поэтому вся эта земля наша». Говорят эти самые оставшиеся или пришлые жители земли Израиля, собственные, большей частью, не израильтяне. Вот они говорят о том, что там один Авраам, и то смог этим всем владеть, все это населить, а нас много, мы тут, значит, вот, ого-го, захватим эту самую землю. И вот Господь говорит им, «Вы едите с кровью, поднимаете глаза ваши к идолам и хотите владеть землею и проливаете кровь? Едите с кровью». Ну, очень может быть, и вероятнее всего даже, что речь идет о нарушении Завета с Ноем, о физической кровожадности, такой кровожадной жестокости. Вы проливаете кровь и поднимаете глаза к идолам вашим, и вы хотите владеть землею, удивляется Бог. Вы опираетесь на меч, делаете мерзость, оскверняете один жену другого, и хотите владеть землею вот на это владение землей есть нравственные ограничения. Господь говорит о том, что люди, которые не подчиняют себя этим нравственным ограничениям, не могут владеть землей, так не будет. Вы упадете от меча и сделаете землю пустыней из пустынь. Таким образом, к тем, кто остался на месте Иерусалима и вокруг него, Бог говорит о том, что невозможно владеть землей, будучи жестокими идлопоклонниками, будучи кровопийцами, будучи лжецами и беззаконниками. Вот нельзя и все, так не получится. Ну, тоже, в общем, еще один повод посмотреть на себя и свою жизнь. И последнее. Снова Господь возвращается к основной теме главы и к тому, с чем она начинается, и говорит Эзекиилю, вот сын человеческий, о тебе разговаривают у стены в дверях домов, и они приходят к тебе и садятся, и слушают, и сделали из этого забаву. Забаву. Конечно, это для Эзекииля мучительная, трагичная вещь, то, что из его слов вполне серьезных, которые он говорит от лица Божьего, вкладывая всю силу своего сердца, вот из этого сделали забавное зрелище, забаву, как забавный певец с приятным голосом. Ну, вот такие концерты духовной музыки. Сейчас, может, меньше, а в конце 80-х это вообще считалось прям пароксизмом духовности. И вполне полноценной заменой вере и заповедям. Забавный певец. И действительно, понимаете, то, что Бог через Господа нашего Иисуса Христа, через пророков открывает нам о жизни, о нас самих, о Боге. Вот из всего этого мы с большой легкостью делаем забавное пение, чтобы наслаждаться и чтобы только не менять ничего и не следовать этому. И вот Господь говорит, они слушаются, слушают слова, слова твои, но не исполняют их. Ну, что ж, когда сбудется, а вот уже и сбывается, говорит Господь, тогда узнают, что среди них был пророк. То есть, все предыдущее, вот эта картина страж с трубой и его ответственность за то, чтобы предупредить, все это имеет прямое отношение к тому, что происходит со слушателями Эзекииля. Это предупреждение дается, чтобы грешник обратился и был жив. Обратился. Не услаждался, а обратился.